Первое обесцеление держи Бог. Ученики Христовы спрашивали, нерваные и нет, почему мы не могли искнать его? И сказал им Господь, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поддать. Этим как бы напоминает нам, что это то и есть время молитвы и поста. Пост Великий. В продолжении трех недель перед Великом Постом раскрывались нам эти пути покаяния христианина, идущего своего Отца. И уже, когда подошел пост с теми канонами и стихирами, которые преподавалось нам, чтение за эти четыре недели, человек должен был изучить себя и понять себя. И тогда, когда он понял тебя, тогда невольно у этого человека должно быть появиться чувство смирения. Господи, ну что же я буду делать? Ты видишь, Господи, насколько я немощен и слаб своей воли. Я постоянно уклоняюсь волю князя Миросевого. Помоги! И я начинаю плакать. Вот почему нам читалось и второе Евангелие о заповедях блаженства. Эти заповеди и указывает нам, что нам делать. Шаг за шагом, как бы ступени за ступенью. Вот почему и воскресная святая церковь вспоминает преподобного Яна Лестничника, который писал свое духовное проведение, называемое Лестница. По-русски Лестница. Которая и показывает нам, что нам делать. Как одна добродетель ведет к другой. Подобно ступенях лестницы. Ступень эта и в духовном смысле есть Яплый Блаженство. Тот, кто пребывает в нищете духовной, тот обязатель плачет от своей немощи. А кто плачет от своей немощи, тот уже кроток. Он уже в отношении к своему брату будет снисходительный и будет стремиться всегда к милотеррии, к помощи, чтобы создать мир, который требует Господь в сердцах наших. И не будем бояться этого знания, не будем думать о том, чтобы отомстить вредящему вредящему Нет, у него будет всегда чувство Господи, я не обошед, помоги. Вот почему дав же нам первую неделю ту область, куда мы должны идти. Православие. Святая Церковь раскрывает нам вторую неделю Великого Поста, воскресенье, которое идет за воскресенье недели. Православие, чувство человека, которое идет уже подверг, и он имеет перед собою то новое начало человека, которым является Григорий Паламом, обновивший не только духовно, но и физически отношения и показавшим нам Григория Паламом, Святая Церковь приводит нас в Голгофе. Она показывает нам Крест Господин, который мы и поклоняли целью неделю. Кто был в Церкви, и кто и не был в Церкви, мысленно видел перед собою Голгофу. Мы видели благоразумного разбойника, и разбойника, поносившего Христа, и виделец Бог Христа, который произнес свои последние слова, в руце твоей предаю дух мой. Это состояние Голгофы осталось у нас. Мы видевши поносящего разбойника, и благоразумного разбойника, должны были определить, что же нам делать. И в виде разбойника, терпящего, мы приняли в свое сердце, Господи, будешь, буду терпеть. Но как же терпеть? Жить под заповедем Божественным, другого пути нет. И это терпение, как терпение чего-то, то не было, будет причинять страдания. Но в то же время будет давать нам Божественное блаженство не только в вечности, но и дух страдания, пока мы терпим. быть нищим духом, смиренным, плачущим о грехах, которое переносит обидное желание всем миром. Добра переносится гонением за крестом. Трудно, но и радостно в то же время. Вот единственный пункт кистиного счастья. Вот кратчайший пункт. В чем же дело? Вступим же на него. Вот сейчас это момент. Все ныне борются за счастье, а нам даже бороться не надо. Разве самым собой мы будем блаженны? Да, братья и сестры? Ну, сознать себя нищим духом, сознать себя, что ты неправ и во всем ты сам виноват. Вот это то и тяжело. А почему? Потому что не дает наш эгоизм нам осознать свои грехи. Враг человеческий нашепчивает ты самый ты, а все остальные виноваты. А мы наоборот, мы сами виноваты. Чем мы не были, мы должны винить самого себя. Благословение Господне на вас, да, он благословение на вас, всегда и признать, и молей, и бог.